Приветствую вас, друзья. Без чего человек не может жить долго? Очевидно, что информационные потребности, хоть и очень важны, но не входят в число первой жизненной необходимости. Жили же как-то раньше. Даже без электричества обходились и без металла. А вот без чего точно не жили, так это без питьевой воды и еды. То есть вопрос продовольствия – это в прямом смысле вопрос жизни и смерти любого государства, верно? А откуда у нас берется еда? Все эти хлебно-макаронные, мясо-колбаса-молочные изделия, овощи, фрукты и прочее снять. Наши СМИ пишут, что на сегодня Кыргызстан снабжает себя примерно на 80-90%. В числе импорта – зерновые, растительные масла, яйца и еще несколько позиций. Безусловно, ни одна страна в мире не может полностью обеспечить сама себя на 100% всеми видами продуктов питания. Так или иначе, импорт неизбежен. Ну не все растет в своей стране, но стратегически важными продуктами обеспечивать свою страну в нужном объеме – это один из признаков независимости. Продукты питания, недостаток которых испытывает Кыргызстан, в основном импортируются из России. А давайте подумаем, смогут ли США и Запад вместо России покрыть этот продуктовый дефицит? Вопрос. Откуда они возьмутся – зерно и растительные масла? Из США или из Европы? А сколько они там стоят? И в какую сумму обойдется транспортировка? Ни для кого не секрет, что цены в «цивилизованных» странах выше, поэтому главные рынки сбыта именно там. Следовательно, западные продукты питания нам обойдутся в разы дороже, чем российские. Это же очевидно. Далее. Запад и США могут купить продовольствие в той же России и поставить в Кыргызстан. Но возникает вопрос – а нафига нам посредники? Мы разве сами не можем договориться? Это как на государственных парковках деньги взымает частное ОСОО. А оно нам надо? Опять же, вывод прост. Не нужны нам посредники заморские. Нам нужно строить свои добрососедские и взаимовыгодные связи с ближними странами. Мы поставляем излишки своего продовольствия в ЕАЭС, а страны ЕАЭС поставляют нам свои излишки. Разве это плохо? Если наша страна сама себя обеспечивает продовольствием на 80%, то ЕАЭС в целом в этой стратегической сфере обеспечен на 93%. И это нормально. В случае чего обойдемся без кофе и экзотических маракуйя. Так что гарантом нашей продовольственной безопасности, как ни крути, являются не США или Европа, а наши соседи. Задумайтесь над этим. А впрочем, правда у каждого своя. Вот только истина на всех одна. Давайте искать ее вместе. Кто согласен со мной, поделитесь этим видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был я, Нур Исмаил. С вами был я, Нур Исмаил.